Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В феврале этого года в городе Казань прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях принимали участие более 700 спортсменов из 76 регионов Российской Федерации. В составе сборной команды Карачаева-Черкесии выступала спортсменка Стефания Кириллова. Девушка завоевала почетное второе место. Как прошли состязания и каким стартом сейчас готовится спортсменка? Подробнее в нашем сюжете. Захват – бросок болевой. Для юной Стефании это рутинная работа на тренировке. Несмотря на то, что она единственная девушка в этой секции дзюдо и самбо, в своей борьбе она не уступает ребятам. В 15 лет Стефания имеет второй юношеский разряд под дзюдо и звание кандидата в мастера спорта по самбо. Трудно поверить, но в жизни спортсменке все могло сложиться иначе. Если бы не одно судьбоносное решение. В 7 лет меня мама отправила на танцы. Там было два зала. В соседнем зале занимались дзюдо. И после танцев я увидела этот зал и сказала, можно мне туда пойти, я хочу там заниматься. И вот так я на протяжении 8 лет уже в этом спорте. Выступление на минувшем первенстве России по самбо не было для Стефании дебютом. В 2022 году она уже становилась победительницей национального турнира. И в этот раз она смогла продемонстрировать свое мастерство на самом высоком уровне. У меня в весе было 33 человека. Я сделала 7 сваток. Одну я проиграла, но собралась мыслями и выбрала эту девочку уже в финале, которой я проиграла. Было очень тяжело, потому что очень много людей приехало из разных городов. А также девочки были очень сильные. Но я верила в себя и знала, что я еду за победой и стану только первой. Как рассказывает тренер Стефаний Тимур Наптугов, в своей подопечной он не сомневался ни на секунду. Потому серебряная медаль для него не стала неожиданностью. По его мнению, у этой спортсменки есть все задатки будущего чемпиона. Работаем с ней. Очень характерная девочка. Очень такая с силой воли девочка. Постоянно стремится только вперед. Я вам скажу так, что она может даже и для многих пример. Единственная девочка, которая всегда хочет быть на высоте. Отличные борцовские качества в Стефании ценит не только тренер, но и все воспитанники школы. Особенно ее партнер по тренировкам Анзор Сонов. Как признается спортсмен, подаваться Стефании не приходится. Она сильно борется, вы ее видели. Она очень талантлива. И вот то, что у нее рвение к победе, из-за этого смогла победить на России, бегать из КПО. Сейчас Стефания готовится к предстоящему летнему первенству России, которое пройдет в городе Кстове и параллельно восстанавливается после небольшой травмы. Девушка уверена, что на этом состязании она покажет самый лучший результат. Медалями различного достоинства нашу республику радуют не только боксеры, самбисты и дзюдоисты, а также токвандисты. Сегодня у нас в студии присутствует победитель первенства России по токомандо ВТФ Амир Выков и его тренер по совместительству, главный тренер нашей сборной Рашид Ахмедов. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Хотелось бы поздравить вас с победой на первенстве. Это серьезное достижение для всего спорта нашей республики. Но прежде чем мы поговорим о состязании, которое прошло в Анапе, хотелось бы немного рассказать нашим телезрителям о тебе, Амир. Как так получилось, что ты выбрал данный вид спорта? Как давно этим занимаешься и каких успехов уже успел достичь? Ну, я занимаюсь уже 7 лет. Сначала старший брат пошел, но я за ним пошел. И я выиграл 3 раза Россию и 1 раз Европу. Серьезные. Такие уже в 15 лет серьезные звания. Рашид, вы, как никто, наверное, знаете своего подопечного. Вот хотелось бы узнать, какие сильные стороны, как у спортсмена, вот у Амира есть. Что бы вы вообще могли о нем сказать, как о спортсмене? Ну, в первую очередь хотел бы сказать, что результат этот не случайный. Почему? Потому что результат приходит тогда, когда есть в первую очередь это дисциплина, самодисциплина у спортсмена. Что касательно Амира, человек именно добивается результатов благодаря, в первую очередь, своей дисциплине, серьезному подходу вообще ко всем аспектам в подготовке, что касается тренировки и питания, и режима, это самое главное. Да. Поэтому этот результат возникает не на пустом месте. Именно вот такой подход дает свои плоды. Поэтому также вот хотелось бы, чтобы побольше спортсменов именно были самодисциплины и знали, к чему они идут. Мечта Амира, он, как он всегда говорит, это Олимпийские игры. Постоянно повторяет. То есть это, как говорится, если ты хочешь стать Олимпийским чемпионом, значит, кто-то мечтает там стать, грубо говоря, чемпионом России. Это его предел, да. Такому вот принципу добивается. Да, бывает вот такой результат. Ну, а как уже нам рассказал Амир, в принципе, мы уже знаем, что он не первый раз становится победителем первенства страны. Но тем не менее, хотелось бы узнать, как прошли эти соревнования. Сложно ли было? Какая подготовка перед этим была? И были ли какие-то знакомые, может быть, соперники на данном состязании? Да, у меня было пять боев. В финале дрался с представителем Дагестана. С ним мы уже три раза дрались. И на последних соревнованиях до России я ему проиграл на СКФО. Потом подготовился чуть под него и выиграл на России. Собрался, да. Перед таким вот состязанием. Рашид, ну, а вы как тренер ожидали, что будет такой результат после некого поражения, так скажем, на СКФО? Ну, конечно, мы, в принципе, мы готовились к этому. Немножко была скорректирована подготовка. Опять-таки, там, как я уже говорю, бывает, спортсмен на пике тяжело постоянно находиться. Где-то бывает спад. Вот на спаде перед первенством России немножко у Амира был спад. Чуть приболел. И вообще после сгонки веса на несколько турниров подряд организм немножко дает сбой. Поэтому максимально мы не выжимали этого. Насосредоточились только на результате, на главном результате этого сезона. Это для него, это первенство России среди юниоров. Подготовились, скорректировали правильно и весом более так, потому что сгонка идет. Сгонка веса идет. Полегче, да? Он немножко сбалансировал сам. Все это себя взял в руки. Опять-таки, возвращаемся к дисциплине. Да, поражение – это не означает один… Конец карьеры, да? Да, конец карьеры. Ты делаешь правильные выводы, извлекаешь из этого урок, и дальше уже ты становишься просто лучше и не повторяешь тех ошибок. Скажите, пожалуйста, вы как тренер наверняка знаете, осознаете важность психологической составляющей в любой борьбе, в любом поединке? Вообще сложно ли настроить спортсмена после какого-то поражения, да, на встречу с этим же противником, но уже на других состязаниях? Или, в принципе, это все зависит только от спортсмена? Как вы считаете? Ну, чисто если брать психологический аспект, он идет и во время подготовки. Когда, допустим, спортсмен тренируется, и он знает, что он выкладывается на все 100%, на каждой тренировке, а тренировки у нас, допустим, утром, вечером, ежедневно. Отсюда он не врет самому себе, это прежде всего, когда он тренируется так, не сачкует, не филонит. Тогда у спортсмена автоматически эта уверенность появляется, потому что он знает, что он сделал все, он выложился. А есть же так, кто-то может, допустим, пропустить тренировку где-то, а там сейчас устал или еще, невзирая ни на что, все равно надо планировать. Каждодневный, это каждодневный труд. Вот этот труд, он и придает, в первую очередь, уверенность спортсмену, потому что он, прежде всего, перед собой честен. Я отпахал, я сделал не 100%, 120%, да, грубо говоря, и он выходит уже совершенно с другим настроем. И его тяжело чем-либо поколебить. Он просто уверен в себе, да. Это часто так бывает. Внутренне, да, потому что ты сделал все, что-то. В первую очередь, это вся работа в зале. Он знает, что он отпахал, к чему он идет, он режимит, он не позволяет себе, допустим, что-то лишнее. Кто-то идет погулять, кто-то в телефоне может там до полу ночи проторчать. Спортсмен не может. Не может, если спортсмен идет к этой цели, он отгрубает все режим. Если ему положено в 11 заснуть, грубо говоря, даже, он будет спать. Даже стоя, да? Ну, не зря говорят, что зрители, да, болельщики, они видят только результат. Когда какая-то победа, мы празднуем вместе со спортсменом. Если он проигрывает, мы расстраиваемся вместе с ним. В связи с этим вопрос, Амир, на твоем, скажем так, профессиональном опыте, какая самая яркая твоя победа была, которую ты запомнил и которая была для тебя самой драгоценной? Может быть, это и не самый высокий турнир по значимости, но, тем не менее, вот когда ты испытал вот это чувство эйфории и понял, что вот хочешь побеждать. Это было, когда я вот первый раз выиграл Россию. Я вот сам не верил долгое время, что я это сделал. Ну, вот тогда у меня прямо такое чувство было. Первая медаль, да? Да, первая медаль. Такого уровня, да? Да. Ну, будем надеяться, что это не последнее и будет еще гораздо больше и более, может быть, престижнее. Хотя я даже не знаю, что может быть престижнее, чем победительство первенства страны. Сейчас вот прошло большое состязание, у вас наверняка какой-то период восстановления идет. Как вот сейчас проводите тренировки и, собственно, какие планы на ближайшее будущее? Ну, сейчас, да, прошли первенства, и первенства среди юниоров 15-17 лет, и первенства среди молодежи до 21 года. Сейчас тренировки продолжаются, потому что останавливаться нельзя, но немножко поменялись. Ритм, да? Да, где-то игровое, где-то подтягиваем какие-то технические пробелы в технике. Есть время немножко, это где-то физически. Ну, и полностью, чтобы выключаться с тренировочного процесса, такого нет у нас. А Николов не бывает, да? Нет, практически не бывает. Практически не бывает. А самые крупные ближайшие соревнования, состязания, куда теперь вот готовитесь? Ну, вот предстоит Кубок России среди взрослых. Еще ряд турниров всероссийских, это Кубок Рязанского Кремля, и подготовка будет вообще нацелена сейчас уже к основному старту. Это чемпионат России среди взрослых, который пройдет в сентябре в Адыгеи. Я, извиняюсь, правильно понимаю, что Амир будет участвовать? Амир еще не будет участвовать. А, еще нет. Вы вообще сейчас про сборную, да? Да, я вообще в целом про сборную. А что касательно Амира, у Амира сейчас предстоят тренировочные мероприятия в составе сборной России. Пять тренировочных мероприятий, это на выезде. Три будет таких подготовительных. Один тренировочный сбор будет международным, как планируется. Да, ну и там как будет уже, не знаю, допустят, не допустят до первенства Европы. Это уже ближе к этому времени будет видно. Ну, а так, в принципе, у него тоже сейчас уже план подготовки расписан со сборной России. Мы будем надеяться, что все-таки в этом году наши спортсмены попадут на международные такие состязания по тэквондо. Амир, хотелось бы у тебя спросить, как у спортсмена и одновременно, ну, молодого человека, какие качества характера, на твой взгляд, развивает спорт? Не только тэквондо, в принципе, а вот когда ты спортсмен, почему ты учишься в первую очередь? Ты учишься дисциплине, спорт. Ну, как, допустим, даже в классе у меня есть такие дети, которые не ходят вообще на спорт и на поведение очень сильно влияет, уверенность в себе ты чувствуешь, когда ты спортсмен. Ну, вот основные такие качества. А бывало такое, что ты отказываешься от чего-то такого, что, ну, я не знаю, свойственно подросткам, допустим, зовут гулять, а ты такой, нет, у меня тренировка. Бывали такие моменты сожалений? Когда была подготовка, конечно, я не позволял себе гулять, там, еще что-то, но когда я восстанавливаюсь, тогда я могу погулять. Вечернюю прогулку, да? Ну, это уже неплохо, уже какие-то достижения. Ну, и такой вопрос, у каждого спортсмена есть мечта, уже сказали об олимпийской сборной, но, может быть, есть сейчас какая-то мини-ступень, которую ты бы хотел завоевать перед большой мечтой? Ну, если допустят на чемпионат Европы, вот это будет моя цель, ближайшая. Что ж, я желаю тебе успехов, и чтобы это не мечта, а задача как можно скорее сбылась, и чтобы ты добился там успеха. В заключении нашей встречи хотелось бы отметить, что вообще сборная Тэквондо, Карачао-Черкесии в последние годы, она показывает такие серьезные результаты, и там яркий пример та же Маргарита Алиева, и вот ряд спортсменов, которые в начале года успешно выступили, вы как главный тренер сборной, вот несколько слов, на ваш взгляд, чему обязаны, скажем так, успеху, вот такому мини, как бы, пока что, не будем говорить, что это прям огромный успех, но тем не менее, первые... Ну, в целом, хотелось бы, с чего начать сопутствует успеху, это как обращают внимание на спорт в нашей республике, то есть наши показатели напрямую, они... Зависят. Зависят от того, значит, что можно сказать, уделяется большое внимание в целом спорту, ничего на пустом месте не происходит, и руководство республики, и получается непосредственно и сам Минспорт, и Федерация, да, все в целом это как единый механизм работает, поэтому такие плоды дают, потому что результат, он один как-то... Не может появиться на пустом месте, да? Не может появиться на пустом месте, поэтому это все в целом, это показатель, наверное, того, что вот как сейчас обращают внимание на... Вообще в целом на все виды спорта, а это... Это одно из важнейших, я считаю, наверное, в воспитании подрастающего поколения и вообще показателя здорового образа жизни и населения. Люди видят достижения спортсменов через это, ну, грубо говоря, вот увидели там достижение Амира или еще какого-то спортсмена. Подтягивание. Да, родители смотрят, и они тоже хотят будущего такого же для своих детей. Соответственно, начинают приводить больше людей. Начинают приводить, интересоваться, есть такой вид спорта, есть там борьба-тайквондо или еще какие-то игровые виды спорта. Чем больше вот таких показателей, тем больше людей и детей будут привлекаться, мне кажется, вообще приобщаться к спорту. Чем больше будут приобщаться, значит, тем здоровее будет нация в целом. Что ж, спасибо вам большое за такой содержательный ответ. Я еще раз хочу поздравить вас с победой на первенстве, пожелать успехов на предстоящих соревнованиях, чтобы не только Амир, но и остальные наши спортсмены показывали самый высокий результат. Спасибо. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я тоже прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok